Значит, думаю, что требуется небольшое вступительное слово, в качестве даже дополнения к основной части видео. Мало описаний и фактов, описывающих данную девушку, возможно, в основной части видео присутствует, но с другой стороны политься нельзя. Значит, фотографию приложу сразу же, все это дело подсудное, лишусь квартиры, где буду жить. Вопрос тоже вот. Ну давайте вот так вот, я выключусь из положения таким образом. Вот я вам прикладываю, как раз сегодня смотрел видос прикладываю девушку скриншот с этого видоса. Там видос вообще был, там, обзор апартаментов в Москве-сити. Ну вот, она туда как раз переехала. Ну, соответственно, вот такой же типаж, примерно такая же девушка и была, с которой я прошел на свидание. Единственное, у этой девушки, которая из Москвы, она, соответственно, собачка, а у той, с которой я пошел гулять, двое детей. Ха-ха-ха-ха-ха. Уху. Вот этого Жириновского надо было, да? Сейчас скучит. Ладно. Это вообще не шутки никакие. Я вообще с пониманием отношусь к девушкам, у которых есть дети, которые разведены. и разведены. Разведены. И вообще нужно, я считаю, комитет создавать по этому поводу, соцзащита и так далее. Ладно, вообще дело не в этом. Отличие то, что прикладывал скриншот девушка из Москвы, там совершенно другие деньги, да? Ну, вкладывает в себя, грубо говоря, максималку. А я гулял с девушкой из Нижнего Тагила, да? Ну, тоже она вкладывает в себя, прокачивает на максималку. Значит, она в музыкальную школу ходила, там у нее вокал, все такое. Фит была такая же прекрасная. Тоже, кстати, на свидании у нее был пупок открыт, да? Ну, никакой защиты живота. Соответственно, еще вот отличие на самом-то деле есть, что у той, с которой я гулял, да? Проводил свидание. У нее волосы были до задницы. Вы представьте, что это. Ну, это такой должен быть уход за ними. В общем-то, в принципе, ну да, фитнес, я уже сказал, более-менее все, да? Фигура прям класс. Следит. И вот еще такая заметочка. Странная, не странная, удивительная или нет, она еще и учится на программистку. Понимаете? То есть, соответственно, казалось бы, ну, там, наверное, думаю от силы, но, может быть, на десять парней одна девушка. То есть, ну, конкуренция. То есть, выбирай, не хочу. Ну, тем не менее, она, ну, с группой не сдружилась, видимо, не дружна, не хочет и никаких дел не имеет. Хотя, казалось бы, что это гораздо легче найти, когда ты вышишься на программистку в такой среде, да, себе парня. Ну, а уже будем об этом позже, кого она на самом деле ищет, да? Или ищет ли вообще кого-либо, да? Значит, это вот такой небольшой, значит, дисклеймер, я слово не люблю. Причем, вот, значит, вводный слог. Далее, могут кого-то триггерить слова, вот, на этот раз уже не девка, а маньячить, маньяк. Чего там такого? Они же не в каноническом значении, понятное дело. Просто проявлять упорство, усердие, активность, да, там, в общении. И не более, не менее. Ну, и, соответственно, история с ней, сразу же так говорю, на самом-то деле. Она еще не прекращена. Я вот не помню, я сказал, может быть, в той части видео главной, что, ну, наверное, уже на паузе мы или все. То, ну, наверное, я такого не говорил. С чего бы, да? То есть, ну, пока это, вот, как раз-таки, на паузе ситуация, не завершенная. Дальше время разберемся, короче говоря. Все, никого не отвлекаю, давайте к просмотру основной части. Сколько раз я говорил вам, что знакомство через интернет для парня – это полнейший идиотизм. Потому что тебе приходится тратить огромное количество времени и усилий, в том числе эмоциональных. А выхлоп минимальный. Из-за чего? Из-за конкуренции большиной. В реальной жизни такой конкуренции нет. Как конкуренция в том же Тиндере, которого уже нет, Баду. В том же Твинби. В том же ВК в знакомствах. В том же Леонардо Дайвинчике. Ну, я умудрился хотя бы вывести на свидание девушку, которой написывала, ну, наверное, там, тысяча плюс парнишек. То есть это, ну, эксперимент своего рода, да? Ну, вы понимаете, что маньячела в этом деле, мастодонт и так далее. Как вы говорите, что хватит заниматься этой хренью, хватит гнаться за писечкой. Типа саморазвивайся, у тебя апа и другие сферы жизни, а писечка сама, как говорится, примагнитится, да? То есть это уже новое слово. На уровне девка у нас заменяется слово на писечку. Ну, как вы пишете, так вы и пишете. Это я просто, как бы, дословно, можно сказать, да? Значит, это действительно, это всегда, это бешеная конкуренция. И, как бы, даже если ты выведешь на свидание, а что дальше, типа? Вот она развлечется, и ей продолжат написывать там, десятки, сотни ежемесячно. Да, сотни, конечно, ежемесячно парней. Мэтчи и так далее. А это была не просто девушка, с которой я пошел на свидание наконец-то, болтал ее маньячеством своим. Это была принцесса. Принцесса. А в первую очередь, атрибутика принцесса заключается в чем, что ей непременно нужен принц. Соответственно, она чувствует себя принцессой. Ей нужен принц, несмотря на то, что принцев не существует в данный момент, да? В нашей реальности. Может быть, в другой реальности, в виртуальной реальности, они есть, да, как бы. Значит, почему она ищет именно принца и считает себя принцессой? Сейчас я объясню. Вот заходим на ее страницу ВКонтакт. Я даже удивился. И там бесконечные репосты, репосты, репосты. Каждый день по 3-4 репосты. Я потом у нее спросил, какого фига, что это такое? Ну, нормальная форма, разумеется. Из пабликов там тематика постов примерно такая. Мальчик. И описывается, что делает мальчик. Мальчик описывается. Мужчина. Девочка. Девушка. В основном там про парней. Что должен делать мужчина, чтобы стать мужчиной, чтобы быть мужчиной? Что есть мужчина? В общем, она ищет именно такого мужчину. Мужчину из постов. Также у нее посты в таком формате, что вся из себя женственная принцесса непременно в дорогой машине и непременно с ней сидит принц. Ну, там, в Лексусе желательно. Почему-то у нее в основном посты с Лексусами, я заметил. Ну, ЛХами. Ну, в общем, вы понимаете, что это утопическая реальность абсолютная. Вот на этом она воспитывается. Ее воспитывают паблики. Почему конкуренция огромная была, да, у этой принцессы? Она накручивает себе подписчиков постоянно. Не знаю для чего, потому что посты-то в основном предназначены девушкам. понятное дело, что... А может быть, она таким образом дрессирует свою публику, парней? Потому что вот посмотришь, что должен делать мужчина и начнешь так же себя вести, да? Возможно. Все возможно. А как она накручивает? То есть, я ее заметил за грязным дельцем. Она постоянно сидит в ВК-знакомствах. Сейчас уже нету Тиндера, мы с ней познакомились вообще на Тиндере. Было это в июле. Сейчас у нас что? Сейчас у нас февраль. И тогда я еще заметил, что она меня еще лайкнула в ВК-знакомствах. То есть, она и там, и там, и постоянно, и нашим, и вашим. И сидит, и сидит. Вот сейчас можно сказать, я захожу, чтобы прочекать, а была ли она сегодня? Была. Там через несколько дней опять захожу, я же маньячила, не забывайте. Была. В общем, ну, постоянно она сидит и, разумеется, она не просто была, 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 сидит, чтобы там на себя посмотреть, сидит, чтобы там на себя посмотреть. Она именно общается с парнями постоянно. мэч, лайк и так далее, ищет принца. Принца через интернет. Не надо мне звонить, ребята, мешаете. Вот такой бэкграунд. Ну, и в принципе, у нее еще в инстаграме, там даже вот в ВК-знакомствах написано, и в тиндере то же самое. Здесь не сижу, появляется, ну, разумеется, обманом. Она здесь сидит, причем почти ежедневно. Переходите на мои соцсети. Вот вам ВК, вот вам инстаграм. Ну, и принцы там в огромном количестве бегут и подписываются, разумеется, и лайкают, и закидывают ее сообщениями. В общем, я когда это опоздал, понял, насколько сложна ситуация, насколько велика конкуренция, да, нет, не то, чтобы это был вызов, ну, девчонка, в принципе, красивая. Красивая, да, ей 22 года, в самом расцвете сил, в общем, и так далее. Но можно, в принципе, можно. И раз она меня лайкнула и в Тиндере, и в ВК знакомства, значит, ну, понравилась. Понравилась вся ей ситуация. Ну, что, бывает нормально. Ну, я так немножечко ей написал, потому что вливать все силы в нее, ну, это глупости. Потому что, ну, еще раз, такая конкуренция, вообще, какой шанс, что с ней что-то удастся, хотя бы договориться на свидание. Даже не пойти на свидание, а договориться, да. Соответственно, так периодически я писал, ну, там она не отвечала, не читала даже, потому что у нее, у нее забросано все переписками с парнями. Дикость, дикость, принц, где мой принц, вот, может быть, эх, блин, вот, может быть, нет, это гопота какая-то, может быть, он, и тут него, потому что нет Лексуса. Ну, соответственно, что-то через несколько месяцев у нее прищелкнуло, переклинило, да, и она уже как-то мне по-серьезному ответила, сказала, что я не против свидания, ну, я именно написал, давай на свидание, пойдем, я до этого ее звал, звал, так потихонечку звал, потихонечку звал, ну, так, ненавязчиво, а тут прямо сказал, говорит, я не против, только давай, наверное, лучше будет после сессии зимней это сделать, ну, так, посмотрим, в общем, в итоге мы пошли уже в феврале, то есть, подожди, или в конце января, да, в конце января, удалось заболтать, уболтать, ну, в общем, даже чего это все стоило, вот эти вот все переписки, несколько месячные, и сама вот ситуация, то есть, это был уже практически, фактически слив, она начала писать, извини, я, скорее всего, уеду в свой родной город, из Екатеринбурга, в Нижний Тагил, и соответственно, ну, пока мы не сможем, перенос, постоянные переносы, 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 да, ну, нет, переноса не случилось, потому что что-то она думает, а почему бы нет, если да, но, вот уже она сама пишет, ни с того ни с сего, что, в 19, в 7-7.30 можно будет нам с тобой погулять, значит, я говорю, давай в 7.30 в Гринвиче встретимся, тут она мне пишет, через некоторое время, я не успею, ну, сама же предложила мне это время, чё, ну, блин, в чём проблема, ну, ладно, давай в 8, она мне пишет, через 40 минут, не успеваю, ядрённый батон, ну, до такой степени не успевать, ну, ладно, а когда ты успеешь, я уже в пути, но я знал, я чувствовал, что она будет опаздывать, и поздно вышел, я вообще пешком пошёл до метро, вот, у меня была история с прошлого видео, и пока шёл, как говорится, не терял время зря, познакомился с 12-летней, 16-летней девочкой, ладно, давайте это, не придирайтесь, всё в прошлом видео было рассказано, из 21-летней, между прочим, когда успеешь, когда будешь, я уже в пути, к полдевятому постараюсь, то есть уже сколько время-то пошло, уже фактически час-полтора, с того момента, когда она хотела, да, и тут она уже пишет, я успеваю только к 21-летней, одному часу, извини, и уже чувствуется, что какой-то слив, а я уже пришёл, почему слив, потому что она пишет, тебе, наверное, поздно, может быть, этот не слив, может быть, я надумываю, но, короче говоря, начинается, и вот уже, всё, извини, у меня не получается, всё, катастрофа, ну, у меня был такой устроен, что я в любом случае, там, живую, значит, буду знакомиться, что делать, что делать, ну, понимаете, да, какая ситуация, в общем, по факту, несколько месяцев переписки, из-за этой гиперконкуренции, даже уже, когда приехал на точку, ей, ай, ладно, всё, в ей уже заявленное время, можно сказать, это было, было почти поражение, да, но я сказал, что я приеду, мне уже, знаете, что начало казаться, что это тупо обман, что это наёбка, что её не существует, почему я так подумал ещё, она странно мне писала, она просто напишет, привет, я пишу, привет, тишина дальше, через несколько недель, опять пишет, привет, я опять пишу, привет, и тишина дальше, то есть, я думаю, может это какой-то бот, может за него кто-то пишет, там, какая-нибудь генерация, и так далее, генерация, генерейшн зет, ну, и так далее, в общем, я уже думал, что пахнет конкретным сливом, в итоге говорю, ну, на какой станции ты живёшь, я приеду тогда на неё, ну, потому что она реально уже заколебала эта ситуация, ну, и всё, но всё-таки принцесса, можно и погоняться, да, но это только я, вот как вот, ну, ещё раз, маньяк, и так далее, что, иначе не было бы историй, да, вот, вот приходится почти за всеми девушками в интернете вот так вот гоняться, тратить время, тратить силы, вот вам все друзья мои онлайн-знакомства, в чём заключаются, это немножко просто гиперболизированная ситуация, но вообще примерно все ситуации, они вот такие же, что гиперконкуренция, по итогу, приехал я на станцию, на дальней станции в союз, та-та-та-та-та-та, и опять, никого нету, я говорю, у какого выхода ты будешь, по-моему, у второго, пришёл, в том, что я опоздал, уже я, никого нет, в общем, я прождал в итоге 20 минут, и явилась принцесса, наконец-то, ну, знаете, ну, она действительно нормально выглядит, то есть, вот какая конкуренция, на плюс-минус красивую девушку, да, серьёзную, которая там на фитнесы ходит, прокачивает себя, поёт, вокализмом занимается, вокалом занимается, вот так вот, не стал дальше шутить, ну, и, соответственно, что там дальше, ну, вот, само свидание, ну, что интересно, раз уж палка стрельнула, мне денег не жалко, если не постоянно, у меня же свидание, это не постоянно, я же не девушка, очень редко, как говорится, контент, в общем, думаю, а свожу-ка я, ну, я до этого ещё, чуть-чуть закидывал, про ресторан, ну, давай сходим, это всё не так дорого, в торговых центрах, в общем, она меня там повела, в VR-мол, мы с ней болтали, в принципе, ну, она извинилась, разумеется, ещё два раза, вживу, в принципе, не напряжная была, девка, сам это интересно, опять девка сказал, в общем, накормил, пока ели, пока нам подавали, базарили, не напряженный диалог, в принципе, там она смеялась, хохотала, не сказать, что я прям влюбился, ну, что это за идиотизм, влюбляться, да, так вот сразу, ну, в общем, более-менее понравилось, вот так вот я скажу, более-менее понравилось, там потом я проводил до дома, ни о каком сексе, сексе, речи и не шло, в принципе, это не того рода девушка, и не того рода мальчик, чтобы вот секс сразу же, с текстом, тем более, не забывайте, что я сейчас пью, нейролептики, антидепрессант, что у меня сейчас всё, как у пенсионера 85-летнего, что-то говорится там, ну, вы понимаете, что там, либидо на нуле, я уже даже обзавёлся, смотрите сюда, вот, примерно за всю эту встречу, не знаю, будет фокус или нет, я потратил чуть больше, чем вот эту вот сумму, а это всего-навсего сумма каких-то таблеточек, и то не являющимися лекарственными средствами, а БАД, БАДов, тем не менее, ситуация такая, что я уже обзавёлся, видите, herbal, mail, комплекс, то есть для мужиков, понимаете, да, чтобы, как говорится, ну, проверим, я не знаю, это всё, не будет это действовать, не будет действовать, что якобы повышает либидо, там, потенцию и так далее, но чтобы, как говорится, драйвера было чуть побольше, а то сейчас бы вообще, ну, эти нейролептики, ну, эти антидепрессанты, ну, это всё, это всё, это трындец, это 85-летний дедушка, который ничего не хочет, только вот, в рестораны водить принцесс, я там, я ей уже сказал, что, ну, что ты вот всё время репостишь эти записи, что это всё сектанство, что тебе мозги все промыли, прям так на неё немножечко, ну, как это, в шутку, понятное дело, в шутливой форме наехал, что надо ещё дальше, конечно, продвигать эту систему, ну, всё, проводил, поболтали, в общем-то, мне очень, более-менее, там, понравился разговор, и она, в основном, про меня спрашивала, вот, конечно, так не надо, надо, чтобы я про неё спрашивал, интересовался его жизнью, да, житьем, и, ну, как бы, ну, вот так вот, раз она спрашивала, значит, она спрашивала, кстати, я сказал, я говорю, ты, значит, у нас блогерша, а я говорю, у меня тоже в Ютубе канал, она говорит, у меня не в Ютубе, у меня в Инстаграме и в ВК, но, тем не менее, она это пропустила сквозь уши, можно сказать, а могла бы спросить, и, как бы, поняла, что я, как бы, серьёзный блогер, что у меня уже фанаты, фанатки, что за мной уже бегают, стучат в квартиру, что уже дианонс случился, что ко мне тут, как к этому, к Ванамазу приходила, кстати, я один из первых, который увидел тот видос, как к Ванамазу дважды приходила его фанатка, и он дважды не открыл дверь, она там записку оставила, там даже на стриме были слышны стуки, стуки в дверь, и мы даже писали, к тебе пришла та самая, и он, блин, почему-то не открывал дверь, а вот инцел, но это уже не инцел, это человек, который добровольно является целебатником, это уже доброцел, как есть Доброград, город там где-то, ну, псевдогород во Владимирской области, да, соответственно, тут доброцел, ну вот, камера эта самая, чик-чик-чик, кстати, не забывайте, что с недавнего времени, это вот действительно, я сам удивился, что я начал снимать проклятие, в первую очередь, конечно, с себя, ну вот, погуляли мы с ней, я сказал, что мне, ну, мне это понравилась встреча, ну, я ей, разумеется, комплименты там, немножечко в легкой форме накидывал, и, соответственно, я еще и пол пиццы подарил, с собой забрали, хотел бы продолжить еще, чтобы у нас было второе свидание, вторая встреча, ну, потом, значит, понятное дело, она сказала, напиши, как домой доедешь, это все хрень, это ничего не значит, конкуренция, еще раз, конкуренция, вот, кого она ищет, она ищет человека на Лексусе, она, блядь, ищет не социофоба, кстати, вот, по поводу этой социофобии, я уже в прошлом видео рассказывал, что я, у меня трехотня начиналось, просто, но я разогрелся, вы помните, как я разогрелся, каким образом, но все равно, и это самое, стеснение, волнение сразу же, ой-ой-ой-ой, таблетки, никакие я от этого не пью, не собираюсь, чтобы специально я ничего не пил, никаких нейролептиков, ничего, ой, вот так вот у меня уже все, у меня внутренние, напряженность все трясет, ну, как-то это, вот эта вот трясень, тряска утряслась, более-менее, что, как бы, я с ней общался, ну, скажем так, наверное, даже ее абсолютно не стесняюсь, да, наверное, даже она больше, там, никаких-то было, но хотя нет, она тоже раскрепощена, все, фитнес, ой, у нее там фигура, ну, это все, понимаете, это вот, такие вот свидания, это бесполезно, когда ты с человеком из онлайна, шанс, то, что, вот, случится, как говорится, вот эта вот, вся вот эта вот ситуация, да, она до этого-то с каким количеством уже погуляла, и все, ищет мужика себе, ну, мужа, да, на белом коне принца, ну, это, конечно, аннил ситуаэшн, ну, сейчас уже я чувствую, что она там у себя, чик-чик-чик утрясла, что, ага, лексуса нет, что там досян, ну, что-то вот это самое, что-то там непонятное, и, что самое страшное, диплома нет, диплома нет, диплома нет, как бы, ну, уже то, что архитектура и так далее, на проекте, что я уже стреляю с этими крышами, диплом, не диплом, кстати, про мои учебы в институте, там отдельно наклевывается ситуация, как у меня там это все было, феминистки, ну, в хорошем смысле, разумеется, и общежитие, ну, значит, друзья мои, вот так вот, сейчас она уже пишет, ну, я говорю, что, там, продолжим знакомство, и она мне отвечает так гадостно, как вариант, да, как вариант, да, ну, что это за хрень, ну, соответственно, это вот, свидание на один раз было, одноразовое свидание, у меня таких одноразовых свиданий было, я к этому отношусь, как бы, ну, со всей стойкостью, с пониманием, конкуренция, и так далее, хотя бы, вот, преодолеть эту конкуренцию, в принципе, дойти до свидания, это уже, много вас стоит, ну, вот, видите, человек ищет, несуществующего героя, ты главный герой, что-то там, моих снов, про любовь, и, соответственно, ладно, не будем не трепаться, Александр Кузьмин был на связи, спасибо за фидбэк, в очередной раз говорю, что, телеграммы, монограммы, ВКонтакте, ну, видите, еще в чем, как бы, прикол, я до такой степени, надел фотографии, что там просто, ну, король, мечта, мечта, это уже не принц, это король, там, принц наследный, это уже все, то есть на фотографии, более-менее, как бы, клев есть, да, но, извините, это были фотографии, когда я был тоже в расцвете сил, в самом соку, когда я был при деньгах, при бизнесе, когда у меня все было, когда я был в Москве, там, на фоне всего, ну, а тут часто, что я уже, все, у меня, я зарылся в свою социофобию, какое это может быть, это вообще, ребята, ну, вы тоже поймите, ну, поклевка на фотографии только, разве что, но это тоже хрень, ребята, еще раз, спасибо всем за фидбэк, Александр Кузьмин, видите, гоняюсь опять записочками, ну, оцените, что, неодобрение, неодобрение, в общем, эта история, данная девушка уже, ну, разумеется, завершается, это была одноразовая история, редко, очень редко, свидание, вживую, да, отсекаются, в основном, конкуренция большая, ну, тем не менее, вот, факт остается фактом, что хотя бы, так вот, ну, в общем, друзья, я категорически, если вы, как бы, не снимаете видео на ютубе, в принципе, не маньяк, вот так вот, чтобы написывать, и у вас нету мании, чтобы все время написывать, как бы, более-менее, так это, пробивать конкуренцию, девушкам, да, сколько месяцев уже прошло, я категорически парню не советую ознакомиться в онлайне, это будет трата времени, вообще, вот эта грязь полная, все.